Всем привет, с вами Прия. Что мы знаем об аксессуарах? Да, аксессуары это полезный элемент экипировки. Что мы знаем о нестабильном чародейном кристалле? Да, это супер тринкет, который нам падает только с иссохшего джима, который появляется лишь раз в два месяца. Прием, мы так его хотим, он очень нужен нашему классу. Итак, пришло время понять, откуда же его можно более легко получить и более сделать его доступным, скажем так. Что мы видим на скриншоте? Давайте его внимательно изучим. Сейчас даже вот так вот приблизим, чтобы было видно все абсолютно. Итак, 890 кристалл со статами, с сокетом, то есть это прокнуло очень хорошо, при том, то есть это камушек еще на 150 дополнительной статы, которая нужна этому классу. Это охотник. Вот, предмет закален в бою, но это понятное дело. Итак, выброшенный предмет. Как мы прекрасно знаем, система выброшенных предметов появилась при старте обновления 7.2. Это те предметы эпического качества, эпические токены, которые мы вскрываем, и с некоторой вероятностью мы лутаем какие-либо полезности для своего класса, а также различные легендарные вещи. В одном из видосиков я говорил уже о том, что за осколки пустоты можно будет покупать шмот на себя и покупать легендарные вещи, то есть покупать токены, и из них будут прокать эти эпики и легендарки. Оказалось, что с аксессуаров может убавить даже нестабильный чародейский кристалл. Вы скажете, это фотошоп, и этот хант пытается нас надурить, обмануть, но нет, это не единственный человек, у которого есть кристалл в виде выброшенного предмета. Итак, Unstable Arcana Crystal, Relent Quashed, 880 Эквип. То есть с этого скрина вообще можно понять то, что минимальный Эквип, который мы лутаем с токена за 5000 осколков пустоты, они же так называются, верно? С 5000 осколков это 880 Эквип. Вот то, что он ему прокнул с самоисцелением, это я, конечно, завидую, да, на меня бы на танка неплохо зашло. В текущий момент я имею 860 кристалл с скоростью передвижения. Он упал мне с самого Джима в самое первое его убийство в октябре, и до сих пор я с ним хожу. Вы только вдумайтесь, какая это идеальная тринка, какой это идеальный аксессуар, то, что я с ним до сих пор ношу. Я не знаю, тринкета лучше, на самом деле, 4000 вторичных стат. Вы только в это вдумайтесь. Танку, по факту, очень хороши вторичные статы. Брать ему какие-либо другие аксессуары, лично я смысла не вижу. Да, возможно, вы оспорите мое мнение, и если какие-то танки играют лучше, они вообще могут надо мной смехнуться, сказать, «Ха, да он ничего не шарит, он вообще часовой петух». Возможно, не отрицаю. Но, этот аксессуар мне очень нравится за счет своей пассивности в плане стат, и то, что эти статы есть всегда. А если рассматривать рейдовые тринки, это не тринки. Но, это мое личное мнение. Ну и у нас есть танк-друид с 895-м аркан-кристаллом. Он не прокнул, ему прокнул только по эквипу, но я думаю, он тоже рад ему. Итак, надо фармить осколки, на самом деле. Джим, по идее, сам скоро должен прокнуть, как мировой босс. Но, как-то мне хочется дропнуть кристальчик поскорее. Да. Так что, надеемся и ждем. В ближайшее время найду какое-либо место по фарму этих осколков пустоты, и, может быть, запилю вам видосик по этой теме. Если же у вас уже есть какие-то примерные мнения, примерные такие оценочки мест по фарму осколков пустоты, можете черкануть их, я посижу, попроверяю. Но, скорее всего, это будет фарм в 5 человек какого-либо определенного места. Рейдом, скорее всего, не получится пофармить, а вот в 5 человек, наверное, будет самое то. А, посмотрим, посмотрим. Все это дело будет видно. Я хочу вот такой вот кристаллик. Но эквипом повыше, 925. Вы только вдумайтесь, 925 аркан-кристалл с самоисцелением и сокетом. Да, это очень сильно, так что пойдем-ка мы дропать осколки. Всех вам благ, счастья, здоровья. Побольше прокнутых шмоток, 925 с самоисцелением или... Как оно, эта стата называется там? Скорость передвижения и еще одна. Ой, уё, уё... А, избегание, вот, точно же, да. Моя самая любимая шутка с этими статами. До скорого.